так друзья мои тут выяснилось два нюанса вот в этом многострадальном еще раз повторяю у него во-первых внизу иногда обрывает ниточку но это мелочи как это чайковская неисправность надо чуть-чуть добавить хода ну после ремонта тут она на простом зигзаге это не проявлялась а вот при разных строчках там это проявилось она редко но рвет это раз и второе не до включается вот это же я все снимал ну как не снимал а разъединял вот с этой ручки включения она как-то то включает то него кто не выключает не могу я с ней разобраться ладно сейчас я поставлю тот свой хороший келлер настоящий сделанный очень хорошо этот буду доделывать потому что ну во первых надо про обрывы устранить и разобраться вот с этой ручки потому как она не до включает блоков автоматики я примерно знаю что мне сейчас просто некогда мне надо ехать на барахолку искать педаль для этой руку не для это для верлока не на найти ну и для этой тоже что-то подыскать потому что это привод стоит совершенно с другой машинке я не забираю здесь его оставлять вот сейчас я как и обещал многоукольный зигзаг я покажу переставлю сейчас только машинку доброго времени суток всем ну вот спешу вас ознакомиться с моим очередным приобретением в предыдущем видео я рассказывал как я ремонтировал вот она стоит ждет мотора вот он мотор приехал чайка 132 а чайка 142 без мотора купил я им вот этот мотор все он там от него воняло как от электрички своей жизнью жил и дергался там и кашлял и чихал короче канаровирусная тоже вот вчера еле дождался девяти часов понесся в магазин но не все так просто получить свои обратно деньги паспорт на японский бог раньше делали возврат ну чек там все и тебе либо замену либо деньги ну замена естественно мне не нужно ну сгонял за паспортом недалеко пишешь заявление и вы там указываешь неисправности все они и мы зачем вот это тягомотина что-то там через налогу и не знаю ну очередная там бюрократия ну во вторник среду отдадут деньги так вот вот это вот стоит 1250 рублей все запомнили сумму сегодня поехал на барахолку думаю надо подобрать двигатель так чай потому что попадется там типа туров бывает тур 2 хорошая отбрал нас как раз и педали и думаю там затощенку возьму что-нибудь такое нормально ну ничего там нету там мороз у нас минус 5 сегодня было там народу мало ну домой же собирался и звонок тетушка звонит предложила мне за недорого за 500 рублей у меня машинка и что за машинка не знаю железная очень тяжелая я думаю если очень тяжело значит хорошая электрическая на все я еду выносит мне вот это вот я думаю ну так это знакомые мне все все машинки это есть аналогичная эта машинка вообще называется кэнгэру я так я не силен вот сейчас я свет подсвечу и сделаю приближение может быть кто-то переведет я не знаю я не умею по-английски читать плохо учился в школе так вот вот ее название ну название она ни о чем не говорит они и хоть как назови прообразом этой машинки послужил радом есть такая польская машинка очень хорошая очень хорошая у меня был радом 86 это там есть видео кому интересно можно посмотреть у меня прошлогодние там ну там так я шитье показываю там ну ремесленник 86 год тоже примерно годов наверно конец пятидесятых начало шестидесятых но там красавец оружейники делают радом это польский город там находится оружейный завод лучник и вот они в качестве ширпотреба там у них на цех какой-то линии не знаю выпускали машинки радом и лучник лучник они шли под названием для внутреннего рынка для польши в ссср поставлялись под названием радом был радом 86 там прямо строчки радом 70 какой-то я точно не помню но были несколько моделей прямо строчек и зигзаг машины вот радом 86 сама ну там красавица это прообраз этой машинки был была husqvarna шведская 3310 но поляки зачем-то ее очень и очень упростили там ротационная челночная все там как текстимовская стоит немецкая или чешская не знаю где они покупали но польская там только сборка и ремень они зачем-то придумали что цепь ремень а у husqvarna у прообраза у нее маховит маховит шатун шатун стоит передача центрального вала на низ на челночная идет идет посредством шатуна так поляки они мало того что зацепили через ремень челночная они туда еще подцепили продвижение было что продвижение отдельно у них все на на ремень и ремешок там ну это у меня и лежит там ну вот этот ремень все прекрасные и 6 миллиметров зигзага вот так вот а последующие модели пошли серии 460 там или 430 ну 400 серия и вот вот эта вот машинка это кенгуру маршал электро электро у меня было один в один электро на которую я почему-то совершенно искренне думал что это и модель джапан потому что мотор мотор там действительно японский стоял тоже 90-е года и тоже выдавали под бартер их также по зарплату приходишь деньги получать а тебе ну бери вот пару машинок пристраивай как хочешь ну хочешь там варить суп из них не знаю но зарплату платили ими мужчины они конечно же странах третьего мира и индия их выпускал маршал это индийская электро это тоже наверное это вот здесь там хоть не скрывая там где-то чекуха есть вот он мадоин тайвай честно написано на электрике нету я искал искал я вот и почему-то подумал что-то японский ну думаю что-то на японию не похоже какая-то она это позорнова слегка ну мотор там был честно японский хороший юдыка там что-то типа ну хороший металлическая педаль здесь тоже неплохой китаец но хороший китаец у нас такие 2000 стоит сейчас я который я не стал покупать купил за 1200 вот здесь честно ли остаться и мотор 90 ватт они 150 этих вот мифических ватт китайских какая гадость здесь честно 90 ватт будет все но точек отличный он будет работать и работать но мне хуже японского ну вот ну что про не про эту машинку можно сказать зигзаг переключатель зигзага вот челночная принцип действия позже покажу зигзаг я смотрел миллиметр 4 ну во-первых сбитая игла ну делать я с ней ничего не собираюсь эта машинка мне не нужна мне нужен только мотор с ней все я купил за 500 рублей только ради мотора вот и куча строчек вот тут целая коробушка 30 штук вот здесь у верхней крышки есть лючок вставляется вот этим копирует сюда вот тут считывает что надела я пытался на или ты что-то посмотреть как она шьет что-то там такое непонятно какая арабская вязь выдаются ну не надо всего ируда у дома вот я не помню у него точно нет вот ерунды это уже придумка я не знаю чья тут отдельный узел на главном валу вот червячная передача это все передается тут ну ерунда это не функционально вот такая машинка 5 миллиметров прямая всего 5 миллиметров это не у каждой это хорошо удобный обратно закрепка удобная у елки это что такое клей высох отклеить отклеилась размер строчек надо подклеить не в эту машинку я я на нее потом поставлю будет мотор китайский такой же ну какой будет такой поставлю кому не продам и за сколько возьмут мне она не нужна такое сокровище пудово подольск 142 или чайка 3 вот это не даром не нужна ничего такого выдающегося вот рада да рада хорошая машинка вот здесь все вот здесь вот тоже мне это очень не понравилось пластмассовый макарит пластмассовая так гадает ну это чугунина это пластик вот он это вот него уходит по моему это сам маховик маховик вообще игрушечный что это такая машина массивная сделайте маховик только металла это раз ну тут еще пошарится тут еще найдется куча я еще не знаю как она шьет и шьет ли так переходим к низу переходим так что тут такое тут ну тут все как по классике это вот качающийся вал вилка он даже такой же иску 15 класса по моему тут все металлическая ну и она вся железо есть тут целый вот тут ставим зигзаг и вот обратите внимание вот тут подвижное челночное устройство она вот игла игла ходит вот так и за ней передвигается челночная сейчас я покажу как принцип работы тут укол снял а входит следом за иглой челночная вот так ну здесь если машинка хорошо настроена тут зигзаг идеальный тут не бывает такого здесь хорошая затяжка в левом как чайки бывает в правом плохая тут все равно и он очень стабильный зигзаг не знаю тут учета не зазора не нравится мы посмотрим при шитье вот так челночная ходит вот так игла ходит вот так и челночная подвижная это у радома также но а радом это же тоже не польский я не знаю с какой его машины слезали но с какой-то но это явно не поляки придумали не знаю придумано до них и не в польше я вот ладно сейчас пушить попробуем заправляем ниточки регулятор тут ничего себе хороший регулятор соответствует тут посмотрим да ничего тут не соответствует затягивает надо его регулировать регулятор это на нормальных машинах тут можно смотреть на современных там все там три на троечку стоит регулятор значит затяжка на троечку на 9 на 9 а тут начинается ну короче китай китай он и в африке китай что тут может быть нормального но китай когда еще можно было им пользоваться тем китая нынешним то можно пользоваться только гарантийный срок не более а это машинка во первых на ней не шили брали но если зарплатами выдавали ими я считаю не встречал людей которых бы она работала там года они просто стояли а чем это связано и не знаю ну что она вот даже иглу не достает при левом уколе при правом достала сейчас мы начнем зигзага сразу проверку так зигзаг самый большой строчкой на елке отлетела тут дублируется кстати на этой железячки которыми отлетела уже чтоб не промахнуться тут почему до 4 только она это 5 кому верить не знаю как смотрим смотрим сброс смотрим сброс пылища сброс то нехороший при левом уколе тут и делать и делать вот еще одна мертворожденная зигзаг уменьши как сброс да не как так маленьком зигзаге вообще никак сюда до перестала петлю тут лучше петля перехлестнулась чё-то иглу нитку порвала что ли ну я так понял ее надо делать то есть тетенька не просто так мне продала за пол шарки сухарей но машинка еще раз повторяюсь мне не нужно мне нужен мотор ее надо делать делать сделать не знаю сделано хотя и сказал не буду ничего делать ну а как еще оставлю такую неисправную что вот такие машинки давали под зарплату лет 30 назад шпульный колпачок какой-то убогий весь вот если его увеличилку рассмотреть тут будет видно что обработка никакая как наждачкой класс обработки очень низкий она матовая в ней смотреться нельзя ну вот машинка такая ну я бы никому не посоветовал чайка лучше лучше гораздо лучше ну вот как-то так займусь свободное время если уж совсем делать когда нечего будет я и займусь тут вот это защита двигателя с той стороны тут бобинодержатель но этот я уже показывал невесомый поддон из какой-то дешевой пластмассы ну дешевая китайчатина короче единственное что я могу сказать и не шьет все прямой может будет шить тут маленько она прошила сразу начала что-то вот прошила на ровно три стежка низ не затягивается но при таком сбросе естественно затяжки не будет вот так зато у меня есть мотор вот ее инструкцион мануал ясно все в масле ладно буду сейчас ампутировать мотор с нее и на чайку поставлю все человек будет доволен движок отличный а остальное но в качестве бонуса бонусы же они обычно бывают не очень тут металла единственное плюсы что она очень тяжелая и такую тяжесть запихать вот в такой я бы я ее сейчас это база она мягко начала шить она вообще гормыхала и причем она сильнее громыхает я ставил деревян деревянный поддон здесь есть самодельный в этом она громыхала безбожно вот этот я делал самоделочный вполне даже видать разошлось все не электро в этом плане вообще погремушка а у этой вот более меня но у нас наверно снова как не шила тетушка ее поставил дальний угол сейчас мешается но предложила мне ну что ж спасибо ей я повторяю этот мотор 2000 стоит сейчас магазине купил за 500 плюс тут железо еще ладно всем пока